Доброе утро! По федеральному закону все специализированные медицинские учреждения должны принадлежать государству. Поэтому область и назначала своих людей. Выбор пал на прежних главных врачей. Мы очень волновались, конечно, потому что не ожидали, что будет таким образом все проходить, потому что раньше говорили, что просто будет постановление. Заодно решили и другие вопросы. В онкологическом диспансере было заморожено строительство радиологического блока. Сейчас ситуация изменилась. Деньги пришли и из областного, и из федерального бюджетов. То, что губернатор, уже войдя в наше положение на сегодняшний день, выделил 10 миллионов рублей на продолжение строительства, и федеральные программы по-прежнему курируют этот объект, то надеемся на возвращение строителей на наш объект. Они уже в течение двух месяцев у нас здесь не появляются. Открыть новый блок при нынешнем финансировании планируют через три года, а в психоневрологической больнице собираются строить еще один корпус. Эти руководители не новые, а те, которые работали. Я очень надеюсь на то, что они будут продолжать свою работу успешно, в том числе во взаимодействии с муниципальными учреждениями здравоохранения, во взаимодействии с городским отделом здравоохранения, ну и, естественно, с муниципальными властями. Министр пообещал, помощь онкологическому диспансеру и психоневрологической больнице будет. Александр Киселев, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. Магнитогорск готовится праздновать День строителя. В этом году будут работать сразу три городские площадки. Две на улице Чапаева. Основным местом действия станет площадь Свердлова перед первой палаткой. Специально к празднику памятник первостроителям отремонтировали. Концертная программа начнется в 7 часов вечера. На основной сцене выступит глава города Евгений Карпов. С торжественными речами присоединятся к нему и гости, в числе которых эстрадные звезды. Лада Дэнс, группа Рос Джигалас и Си Си Кейдж. Праздник планируется проводить под усиленной охраной. Не будет бабушек, которые торгуют водкой, не будет крепких спиртных напитков, не будет стекла. При входе на площадь дополнительно со всех сторон будет организован досмотр людей, которые приходят, с тем, чтобы не проносили с собой безбольные биты, стеклянные бутылки и так далее. Горожан ждут розыгрыши и подарки. А что будет основным призом, организаторы оставляют в секрете. Завершится праздник в полночь традиционным салютом. В студенческом городке Солнечной Магнитогорской консерватории появится новый балетный класс. Это учебная база для студентов хореографического факультета. Будет по стенам стоять зеркала для занятий, станки специальные для балета. И будет специально для балета настелен деревянный пол. В студенческом городке уже есть два балетных класса. В новом потолок будет на полтора метра выше. Это позволит студентам заниматься парами, отрабатывать сложные поддержки. Осваивать новый балетный класс хореографы начнут уже в сентябре. А преподаватель живописи Магнитогорского государственного университета Светлана Рябинова в новом учебном году собирается освоить новые технологии. Сейчас мастерица создает картины из сотни разноцветных лоскутков с помощью прибора для выжигания по дереву. К необычному рисованию, выжиганию по шелку, составлению коллажей Светлану Рябинову привело любопытство. Результат оправдал себя сразу. Первая же работа, выполненная в этой технике, попала на зональную выставку. Любой художник, он экспериментатор, ему всегда интересно, ему всегда любопытно, что получится, если их, так сказать, ткани попробовать повыжигать и так далее. А какие эффекты поделать? Тем более, что ткань это позволяет. Для своих шедевров мастерица берет только синтетические ткани. Они хорошо плавятся, тянутся, да и фактура интереснее. По словам Светланы, эта техника новая, как раз для нашего времени. Материала много, есть на чем развернуться. «Натягивается основа, берется ДВП, клей ПВА и натягивается основа вкусно в подрамник». А дальше в ход идут фантазия и мастерство. Лоскутки подбираются по цвету и рисунку. Вся палитра в мешках. Писать шелком легче, чем красками, говорит Светлана. Краски не совсем мои, то есть я их не совсем так чувствовала. А вот ткань люблю и чувствую. И мне кажется, вот могу я с них что-то руками поделать, как бы вот почувствовать, где вытянуть, где подтянуть, где посадить. Что получится, предугадать невозможно. Иногда уже по ходу работы возникает совсем другой образ. Любимые темы, фольклорные мотивы, природа, цветы. Времени уходят на каждую картину по-разному. От одного дня до нескольких лет. Как говорит рукодельница, картина может годами лежать, пока не найдется нужный кусочек. И тогда рождается очередной шедевр. Галина Горина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. О спорте. Сегодня хоккейный «Металлург» проведет третий матч на Кубке президента Башкирии. Соперник – столичный «Спартак». А накануне магнитогорцы одержали убедительную победу над челябинским трактором. Итоговый счет встречи – 5-2. Теперь в активе нашей команды одна победа и одна ничья. Лучшим результатом может похвастаться только химик. Подмосковные хоккеисты в Уфе еще не потеряли ни одного очка. А на очереди информация Центральной диспетчерской службы. С 8.30 до 17.00 прекращается подача холодной воды. В ряде домов на Комсомольской, Уральской, Ленина, а также на Горького и Ломоносова. С 9.00 до 15.00 не будет горячей воды. На Карломаркса, Ленина, Вокзальный. Номера домов на ваших экранах. С 9.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии. В поселках Дзержинского, Карадырский – частично. Завершит выпуск прогноз погоды. Главные события дня смотрите в вечернем выпуске в 20.40. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего. Удачи. Сегодня, 3 августа, синоптики обещают по области дожди. В Хершенпенуазе плюс 16-18 градусов. В Кизельском районе 17-19 градусов выше нуля. В Верхнеуральске – 19-21 градусов тепла. В Абзаково плюс 20-22 градуса. И в Магнитогорске переменная облачность местами дожди. Температура воздуха – 18-20 градусов тепла. В Субтитры создавал DimaTorzok В Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok